Новая обогатительная фабрика начала работать пока в тестовом режиме в Солнечном районе. Она будет перерабатывать отходы горного производства, которые скопились здесь еще с советских времен. Современное производство осмотрел губернатор Михаил Дегтярев с подробностями нашей корреспонденты. На той стороне находятся отходы, вот эти рыжие пески. Это как раз отходы наше питание. Так называемые хвосты. Так называемые хвосты солнечной фабрики. ГОК «Солнечный» закрылся в 2001 году. Кабинат добывал олово, ежегодно перерабатывая до миллиона тонн руды. После работы советского гиганта остались отходы, хвосты, 30 миллионов тонн. На новой фабрике из них будут извлекать медь и олово. Проект находился в разработке несколько лет. Необходимо было подобрать максимально эффективную технологию. Работа с отечественными разработчиками результата не дала. Инвесторам пришлось обращаться за рубеж. Мы обратились к братьям-китайцам, которые что-то получили. Но оказалось, что они применяли цианиды, хитрили. Мы отказались от цианидов. Потом мы пошли в Канаду. И канадцы с помощью современной реагентики смогли получить достойный результат. С хорошими коэффициентами излечения. Так что проект стал рентабельным. Хвосты советского комбината сейчас проходят через несколько этапов измельчения. Как говорят специалисты, минералы нужно раскрыть, а после этого извлечь полезный компонент. Проектная мощность фабрики – переработка двух миллионов тонн отходов в год. Из этого сырья будет получено 35 тысяч тонн медного концентрата. Но и это не все. Из хвостов этого производства в следующем году начнут извлекать олово. Мы туда установим еще такие же машины, которые хвосты, так называемые отходы производства. Уже после меди. Владельцы нового предприятия говорят, что работы хватит на 10-12 лет. Причем хвостов после них практически не останется. Они по проекту и по условиям лицензии будут рекультивированы. И будет, соответственно, возвращено природе ее первоначальное состояние. На новой фабрике уже работают 300 человек. После запуска оловянной линии добавится еще 50 рабочих мест. Антон Петрович, Телеканал «Губерния». Телеканал «Губерния»